забыл же вам рассказать совсем скоро у меня приедет папа в гости это будет в августе 13 числа он прилетает вот в краснодаре он побудет пару дней потом он поедет на море отдыхать дальше ну и как бы вопрос был с жильем где остановится папа потому что он будет не один все еще приедут наши родственники вот и нам надо две квартиры но одна конечно у нас есть свободная а вторая ну думали что снимем рядышком где-нибудь вот подумали так ну и я чтобы не заморачиваться по этой теме позвонил одному человеку его зовут александр кравченко он занимается недвижимостью фирма называется юфо стройгрупп у него есть свой канал на ютюбе я его начал смотреть совсем давно еще когда мы собирались переезжать из челябинска в краснодар у него даже когда подписчиков то всего было тысяча наверное или двери в общем давно уже его смотрю мне очень нравится как он рассказывает и объясняет про город краснодар про районы краснодара про застройщиков в общем всю информацию можно получить на его канале сейчас мы поедем встретимся с ним я думаю что он мне уже что нибудь предложит вот такие вот дела ну что я уже где-то рядом офис находится на восточно кругляковской 30 на самом деле думал что доберусь намного быстрее но из-за пробок как всегда я добирался где-то минут 40 наверно 50 офис как вы поняли на втором этаже такой вот офис большой александр здравствуй привет присаживай в общем знакомьтесь ребята это саша всем привет у нас свой канал на ютубе называется он юфо стройгрупп и сегодня ты нас посетил вообще с какой целью у тебя вопросы да есть которые тебе подписчики просто задолбать да ну один самый главный важный ты знаешь что у меня папа скоро приезжает ему надо квартиру снять но с этим поможем саша тоже занимается как бы арендой квартир аренда квартир помощь выборе недвижимости экскурсии по районам города ну то есть мы охватываем весь комплекс услуг и ремонт под ключ под ключ само собой но это уже потом я хотел это потом рассказать ну то есть все начиная вот от экскурсии и заканчивая ремонтом до получения ключей то есть все это можно получить нашей компании ну и хотелось бы вот многие спрашивают подписчики а какая стоимость жилья в краснодаре как переехать с чего начать выбор квартиры самые часто задаваемые вопросы давай мы немножко поэтому пробежимся а вообще в принципе всю ребята информацию по этому поводу вы сможете увидеть у саши на канале он рассказывает полностью про полностью с чего начать выбор недвижимости какие цены в городе краснодаре конечно если вы будете смотреть видео прошлогодние там то там конечно уже цены немножко повыше вот ты сам не дашь мне соврать на самом деле актуальность цен и видео это одна из самых важных ключевых особенностей потому что цена в краснодаре на недвижимость растет но с такой динамикой примерно 12-15 процентов в год но это это минимум но то есть вы должны понимать те ролики которые вышли год назад и те цены которые были озвучены год назад они уже но не совсем действительны скажем так но мы все равно каждый каждую неделю выпускаем новый ролик где мы показываем район озвучиваем какой-то жека озвучим все цены там на новостройки на старый фон на готовое жилье ну то есть и все это вам показывает вот эти ролики они актуальны с чего же все таки ты посоветуешь начать тем кто хочет переехать в краснодар ты знаешь идеальной формулы переезда не существует каждый человек для себя это решает решает индивидуально вообще в идеале это было бы такой вариант приехать изначально на экскурсию мы с тобой на улице обсуждали вообще сам самый идеальный вариант это приехать и пожить месяц краснодаре согласен в каком-то районе потом месяц пожить в другом районе который приглянулся и тогда уже не как турист до под первыми впечатлениями выбирать себе жилье и недвижимость а уже знаю где находятся социальные объекты ну и все что необходимо для жизни но зачастую вот из практики я тебе говорю что все полагаются на наше мнение и все-таки на на те видеоролики которые они видят в интернете то есть там там показана уже вся инфраструктура которая вокруг того или иного комплекса да и они уже на на основе этого делают выбор вообще приезжайте на экскурсию живете смотрите выбираете общаетесь со специалистами по недвижимости поплотнее изучайте рынок потому что покупка жилья это все-таки процедура очень важная и надо своими глазами это все видите и щупать и трогать ну да это же не конфетку пошел купил да это не конфетку это не магазин там за хлебом сходить по статистике человек вообще два раза в жизни квартиру покупает один раз себе второй раз детям ну в принципе все поэтому эта покупка очень важная мы относимся очень серьезно к своей работе и предоставляем все кстати финансовые гарантии мы одно единственное агентство в краснодаре которые так делают предоставляет все финансовые гарантии за те объекты которые мы предлагаем приезжайте заказывайте экскурсию вас возят по тем объектам недвижимости которые именно вас интересуют чтобы вы уже даже не по видеороликам а уже сами наглядно посмотрели что это и что из чего это представляет и на что вы можете рассчитывать ну и соответственно потом определяемся какой район города на сегодняшний день пользуется большей популярностью прикубанка самый большой округ города краснодар это это прикубанский туда входит у нас фестивальный район районный рип то есть ккб 40 лет победы везде где недорогое жилье не недорого но фестивальный фестивальный есть там отрезок в конце фестивального где где более-менее еще можно куда-то влезть там конечно все инфраструктуры фестивального ты не ощутишь но тем не менее но тем не менее это фестиваль но в основном пользуется популярностью опять же из практики это ккб 40 лет победы и петра метальникова и район красной площади но этого этого самое популярное в общем ребят мы максимально сжато вам пытались что-то объяснить и рассказать более продробно вы всю информацию сможете найти в интернете на ютюбе у саши на канале можете вступить к нему в группу вконтакте подписаться на его инстаграм все новости все там кстати мы не сказали очень важную вещь когда у нас на канале будет 20 тысяч подписчиков среди подписчиков вот среди вас мы разыграем квартиру в краснодаре я подписываю ждем розыгрыш всем огромный привет у нас сегодня дождь был и он не заканчивается затопило пол краснодара но нас не затопило он как-то мимо прошел мы сейчас едем в магазин смотрит поняшек пока на лишенном телефоне она смотрит он ему не нужен у нас колесо чуть-чуть спустило поэтому без навигатора пока едем время уже 5 17 а мы только из дома вышли лёша куда вообще едем мы хотим продукты купить да я предлагаю туда на юбилейный таблиц идите в магазин сходите вот тут же углом есть продуктов фруктовый лёд водичку еще взяли лёшу ждет стоит мам это я ледяная принцесса ледяная моя ледяная моя ну это у тебя кашку из леда да ешь потихонечку ладно знаете как я ее назвала как назовем сто роз сто роз какая красивая это лошадка ручная работа мы зашли в магазин цветов тут рядышком и увидели ее и все да здесь за углом увидели и не смогли пройти мимо но она очень красивая у нее и стразики сделаны и грудка красивая тут что-то сверлят бриллианта бриллианта да шикарное имя теперь ее уже пушинка зовут в общем алиса перебирает разные варианты пока мне с этим колесом везет уже второй раз вот второй раз а что там было это в этот раз вот такой гвоздь а в прошлый раз был вот такой самарез ого причем гвоздь был без шляпки ржавый и старый ну что уже делают через сколько поедем я зовут пушинка я зовут пушинка пушинка то бриллианта то алиса еще какие были варианты тысяча роз или сто роз сто роз да теперь уже пушинка пушинка я не знаю сколько мы здесь находимся наверное полчаса уже точно и алиса обзавелась лошадкой скитался мороженку съела водичку попила наелась уже можно не ехать никуда ну все мы наконец-то все сделали едем сейчас в табрис решили что поедем в ближайший табрис не будем мы здесь кружить ничего выдумывать не будем быстренько в табрис домой мне нужно работать ну что мы приехали на юбилейный район хотим сейчас сходить в пиццу ёхо пицца алисинка спит ну точнее я сбегаю сейчас куплю она здесь у нас есть да да вот и мы поедем дальше поедем в табрис я думала мы рядом где-нибудь в табрис съездим но Леша говорит лучший табрис у нас в юбилейном районе ну еще на Кубанская набережная мне нравится да там тоже классно угу все забрала пиццы заказала пепперони и заказала Тоскана но мне не нравится в Йохе что у них нет состава пиццы меню нет с составом пиццы просто вот название есть ты сам думай из чего она состоит может ты вообще это не ешь так что долго пытала девушку заказала Тоскана и не знаю понравится не понравится будем надеяться что понравится но пепперони то мы знаем остренькая пицца вот еще взяла 2 пироженки вообще потом все вам покажем что мы купили сейчас едем в Табрис малышня все еще спит хомячок наш не показали вам как мы заехали в Табрис в общем набрали продуктиков сейчас Леша вам все покажет я потому что буду занята яйца хлебушек вкусняшки еще кофе он купил в хлебурже купил да? купил да молодец красотуля наша проснулась доченька пойдем моя любимая пойдем моя хорошая хорошо ты поспала во сколько спать ляжем ночью часа в два любимая покатали на машине никуда не сводили да? вот такую пиццу Юля купила что за пицца Юль? вот это пепперони да? и тоскана и еще тоскана и тоскана ну выглядит аппетитно конечно здесь пироженки корзиночка так я купил домой картошку морковь Юля салатик попросила крабовый еще пакетик еще целый пакет да ничего себе воду беру домой много воды пьем сейчас лето жара квасик взял нарзанчик взял биоту люблю купил себе две бутылочки можно и больше покупать всегда мало ее но я пью обычно утром одну натощак и вечером перед сном одну пью вот актимельку взял хайнс Юля попросила кетчуп актуальку Алисе еще Юля любит вот такой вот квиль какой вот она любит купила и взял кофе беру всегда кофе в хлебурже у них очень хороший кофе вкусный мне нравится так багет любим кушать багет яблоки Алисе здесь у нас рисушки крылышки куриные здесь бризон курица филе Юля еще вот такие пирогалики любит попросила мне купить сосиски так и что тут у нас еще персики Алисе купил я а ну вот сырки мороженые она любит все время покупая видимо это рис с курицей Юля тоже любит очень вкусный так так тут у нас мелье фолье и парочку попки это девчонкам Юля попросила купить мне сыр плавленый с беконом я не нашел вот нашел только янтарь вот знаю что она раньше его кушала может может не обидится на меня за то что не нашел сыр с беконом так вот еще сыр маздам и колбаска вот сервилат ореховый не любит она услышала что ты говоришь про попкейки говорит я хочу в Алипав ну да я один Леша разговаривал по телефону и смотрите кого он увидел ежика ежика мазь это ха 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 трустливая синь боится ну он такого среднего размера а его убрать на ручке можно? ага только если нельзя Вот ему молочко приносили. И он не пил его. Я сказала маме, что они не едят сосиски. Это правда. Они могут салат есть, яблочки и морковку. И все в краске. В общем, Алиса занималась рисованием. Алиса пытается его гладить. Но мы его себе не оставим. Нет, мы его выпустим. Мы выпустим его сейчас. Просто вам хотели показать. Подождите, подождите. Он принюхивается. Может яблочко съест? По-моему, он уже ничего не хочет. Отпустите меня только и все. Вам не кажется, что он уже старый? Нет, он еще молодой. Ну все, посмотрели. Давайте отпускать. Держи крепко, ладно? Слушай, к нам не только кошки и собаки. К нам еще и ежики ходят. Да, я еще хочу ящерицу увидеть. О, он шипит. Давайте отойдем и отпустим его. Все. На травку. Да, на травку. И он сам уйдет. Мама под елочкой, под елочкой. Все, он сам уйдет. Мама под елочкой. И больше к нам он не придет. Мам, он придет, потому что мы его угостим. Папа ех. Так, пойдем тебя отмывать, девочка. Трусливый стим. Вся в краске. Мам, трусливый стим пришел. Она-то куда идет, а? Майска. Вот он в ночи. Замер. Я сейчас через ночную съемку снимаю. Зеленый еще, да? Да. Так, ежик. Все, он пошел потихонечку. Все, пошел. Ой, лапками затопал. Папа, я хочу посмотреть, как он идет. Трава-то мокрая, куда ты пошла? Так, еще один ежик. Смотрите, какие ноги. Это Майсик, кошечка. Трава-то мокрая, куда ты пошел?